меня зовут адвокат александр севастьянов я адвокат со стажем и сегодня я расскажу о том как стать адвокатом я расскажу о том как становились адвокатами мои коллеги и и какую инструкцию нужно иметь для вооружения молодым юристам которые хотят посвятить свою жизнь адвокатской деятельности ну с чего бы я хотел начать прежде всего адвокат это такая профессия когда в силу закона по адвокатской деятельности и адвокатуре и кодексе этики адвоката адвокат принимает себя обязательство оказывать квалифицированную юридическую помощь своим доверителям доверители могут быть разные это может быть доверитель по арбитражному процессу по гражданскому делу доверитель по административному делу или по уголовному делу доверители бывают разные казанский стрелок этот вот убийца это тоже доверитель для адвоката и у него есть адвокат очень часто я слышу в основном от сотрудников полиции как вы можете защищать преступников я всегда говорю если вы задаете такой вопрос вам никогда нечего делать в удовольствие я не говорю о том что вы станете или не станете вы можете стать адвокатом но вам делать нечего в адвокатуре потому что каждое лицо имеет право на получение квалифицированной адвокатской помощи и каждое лицо получает ее нуждается в этом давайте на примере казанского стрелка достойно снисхождение это вопрос видимо к коллеге присяжных если он такой изберет но у любого человека есть плюсы есть минусы можно получить по жизни лишения свободы а можно получить 25 или 30 лет есть разница для человека у которого все хорошо нет а для человека у которого все плохо и который хочет связи с арестом покончить жизнь самоубийством но ему никто не дает этого сделать потому что у него когда его арестовывают сизо даже шнурки забирают он не имеет возможности покончить жизнь убийством для него важен какой-то свет конце тоннеля поэтому прежде всего адвокатом должно стать лицо которое верит в том что каждый гражданин имеет право на получение квалифицированной адвокатской помощи и вы готовы оказывать такую помощь по закону об адвокатской деятельности для того чтобы стать адвокатом нужно иметь стаж не менее двух лет но не обычный стаж а специальный юридический стаж можно пойти простым юрисконсультом на завод и иметь запись в трудовой книжке о том что у вас капает юридический стаж это не тот стаж это должен быть специальный стаж который связан с конкретной деятельностью это может быть работа которая на которой ты устроен после получения высшего юридического образования в полиции ну например следователем или дознавателем это может быть работа в суде когда ты работаешь в аппарате секретарем судебного заседания или помощником судьи это может быть работа в прокуратуре всякая работа которая связана с юридической деятельностью очень важно понимать что вот эти вот два года юридического стажа начинает исчисляться исключительно после того как лицо получила высшее образование вы можете иметь фактически стаж больше двух лет ну например возьму на своем примере когда мне было 18 лет и я учился в университете на завышенной форме образования я поступил на работу в суд очень быстро поднялся по карьерной лестнице и стал помощником судьи только к 23 годам я получил полное высшее образование и к моменту получения высшего образования у меня стаж составлял пять лет однако специальный юридический стаж у меня потек исключительно с того момента когда я предъявил своему работодателю данные о том что у меня есть диплом о высшем профессиональном образовании вот это очень важная ремарка вот об этом не надо забывать статус адвоката присваивает адвокатская палата а именно совет адвокатской палаты я получал статус адвоката в 2014 году шел к этому долго в суде я работал с 2003 по 2010 годы я уволился и основал юридическую компанию но стать адвокатом я решил только в 2012 году целых два года я к этому шел какие есть препятствия для того чтобы стать адвокатом сразу в 2014 году когда я получал статус адвоката я для начала должен был в адвокатской палате записаться кандидатом претендентом для того чтобы сдать необходимые экзамены для присвоения мне статуса адвоката я понял что это сделать очень тяжело список кандидатов формировался через компьютер через интернет один раз в год адвокатская палата вносила конкретную дату заранее не раньше чем за три месяца который указывал 1 сентября у нас происходит набор в 10 утра регистрируйтесь я попытался зарегистрироваться в 2013 году я не смог потому что в течение нескольких минут список кандидатов уже полон а кандидатов на тот момент должно было быть по всей московской области на год не более 160 не знаю с чем это связано видимо с тем что но не каждый должен становиться адвокатом если каждый захочет стать адвокатом и мы всех будем принимать но а что мы будем делать это будет жуткая конкуренция это мое личное мнение видимо так думали конкретно в нашей адвокатской палате московской области в 2014 году я понял что уже надо посерьезнее относиться к дате и времени открытия данного вот конкурса конкурса претендентов я за целый час сидел и ожидал начала регистрации было объявлено там на конкретную дату я уже не помню какая на 10 утра я сидел в 9.59 и вдруг наступило 10 утра я должен был быстро забить себя свои данные паспорт и данные и нажать на кнопочку регистрация это сделал за 19 секунд так вот я был под номером 87 я попал в этот список самое сложное было попасть в этот список сейчас уже этого нет позже это может быть совершенно другая процедура вам нужно звонить вашу адвокатскую палату и спросить какой порядок поступление кандидатом для присвоения статуса адвоката сейчас на примере нашей адвокатской палаты московской области я могу сказать что туда нужно приехать нужно подать документы они индивидуально рассматривают подпадаешь ты не подпадаешь ты и в случае необходимости назначают тебе экзамен экзамены назначают тебе не индивидуально экзамены назначают целые группы экзамены в серии это два экзамена первый экзамен это компьютерное тестирование которому нужно готовиться а второй экзамен это устное тестирование перед тем как ты проходишь компьютерное тестирование тебе дают список вопросов не говорят готовься ты готовишься нужный момент приезжаешь проходишь тест наряду с другими группами если ты проходишь первый экзамен то тебе предстоит пройти второй экзамен второй экзамен сложный большой состав экзаменационная комиссия адвокатской палаты в которые входят некоторые судьи различные юристы кто-то из них кандидата юридических наук кто-то из них члены совета кто-то из них члены экзаменационная комиссия они начинают принимать у тебя экзамен по тем билетам которые ты тянешь литературой в отличие от экзамена на судью пользоваться нельзя вот если судья когда сдает на должность судьи экзамен квалификационной он может привести с собой огромное количество литературы все с собой и пользоваться почему потому что всегда говорят юрист не тот кто все знают и рис тот кто знает где посмотреть вот перед тобой задачи реши их то в 2 которые нет ты должен знать все вопросов очень много в 2014 году у меня было 350 вопросов один вопрос это целая отрасль права то есть фактически действительно нужно знать абсолютно все пройти на дурака я думаю не получится когда я сдавал второй экзамен я его сдал отлично меня пытались раскачать на знания я прошел отлично у меня школа суда дала не такие знания после которых я прекрасно прошел экзамен но очень многие граждане со мной по вопросам которые мне казались элементарными не прошли я слышал как они отвечали потому что один готовится другой отвечает и все прекрасно слышишь я понимал что не прошел ты не потому что тебя валят не прошел ты потому что слабенький слабенький просто гражданину говорили поготовься еще поготовься еще если ты провалил экзамен то ты можешь повторить попытку через год конечно же для того чтобы пройти этот экзамен нужно прекрасно знать законы это первое второе нужно готовиться нужно ездить на специальные коллекционный курс конкретном адвокатскую палату нужно ездить туда нужно засветиться часто именно те граждане которые принимают у тебя экзамен они тебе и преподают поездите раз два три на курсы на семинары засветитесь разговоритесь ведь данное лицо будет принимать у вас экзамен исходя из тех внутренних убеждений как вы себя преподнесли возможно вам повезет случае если вы успешно сдаете на адвоката вам назначают день для принятия присяги вы приезжаете и приносите под протокол торжественную присягу после чего вам выдают специальная бумагу в которой вы едете министерство юстиции управление министерства юстиции региональная и вы получаете удостоверение адвоката когда вы сдадите на адвоката вам будет предложено избрать форму адвокатского образования в каком виде вы хотите быть адвокатом вы должны быть за кем-то закреплены я кабинетчик моя форма адвокатского образования адвокатский кабинет на момент когда я сдавал экзамены и получал статус адвоката можно было сразу избрать такую форму адвокатского образования как адвокатский кабинет это самостоятельная форма ты ни на кого не работаешь ты никому ничего не обязан я имею ввиду коллегии или какие-то бюро адвокатов ты работаешь сам на себя ты вносишь какие-то ежемесячные взносы в адвокатскую палату федеральную палату адвокатов российской федерации но фактически ты не зависишь от своей коллегии сейчас по нынешним законам такого нет такая норма устранена сейчас для того чтобы работать приступить к исполнению обязанности адвоката ты обязан избрать форму адвокатского образования в виде коллегии или бюро адвокатов и проработать там не менее пяти лет и только после того как ты поработаешь там пять лет ты имеешь право избрать форму адвокатского образования в виде адвокатский кабинет конечно при сдаче экзаменов на адвоката важно иметь поддержку важно иметь какие-то знакомства я ни в коем случае не говорю о коррупции деньги платить но у нас есть такая старинная например наша адвокатская палата московской области скажу что у нас есть такая старинная коллегия адвокатов как московская областная коллегия адвокатов мог а она очень уважаемая имеет филиалу в каждом районе московской области и в нее пытаются попасть для чего если ты помощник адвоката стажер адвоката ты претендент ты хочешь стать адвокатом конечно тебе могут выдать бумагу о том что случае успешного здания случае успешной сдачи экзаменов вас готовы взять вот в эту коллегию адвокатов они могут позвонить они могут попросить ведь все-таки свои адвокатское сообщество все общаются друг другом очень важно но не обязательно скажу вот на своем примере я я переживал что могу не сдать я очень долго готовился я сделал для себя собственную огромную толстую шпаргалку по которой я готовился и готовился к основному экзамену устному но практически полгода каждый день по 6-8 часов учил 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 и думал о том чтобы примкнуться вот данную коллегию на мне никто не поддержал не поддержал ради бога я считал что у меня неплохие знания я посоветовался с одним своим коллегой адвокатом который к тому времени был кабинетчик и никогда не был в коллегии он мне сказал александр я тебя знаю ты прекрасно знаешь никого не слушай прекрасно сдашь никого не слушай смело езжай а адвокат который к тому времени уже когда я с ним консультировался мой знакомый он бывший следователь по особо важным делам прокуратуры был неплохим следователем уволился и стал адвокатом и работала в той коллегии он мне говорил я когда проходил экзамен это настолько сложнейший экзамен по его субъективному мнению ты не пройдешь если тебя никто не поддерживает даже не езжай не трать время ты не попадешь если ты никому не платишь если за тебя никто не ходатайствует даже не трать свое время я его не стал слушать у меня экзамен был на следующий день что говорю поеду я полгода готовлюсь я великолепно сдал экзамен я говорю сейчас не о себе я говорю о примере о том что если вас даже никто не поддерживает но вы уверены в своих знаниях смело езжайте поступайте сдавайте какие плюсы адвоката какие минусы адвоката ну когда-то мне сказали адвокат это самый лучший профессия спишь сколько хочешь принимаешь дела которые ты хочешь назначаешь деньги которые ты хочешь на что это можно применять а сказал мне этот один судья я тогда еще был молод это судья меня обучал но в действительности это плюс а минусы адвоката ты обязан по требованию адвокатской палаты московской области ну я говорю пор палату которую я закреплен да но в данном случае ты обязан по требованию своей региональной адвокатской палаты принимать бесплатников какой-то бедолага принял казанского стрелка он не может отказаться правда есть одна ремарка закон об адвокатской деятельности говорит о том что ты обязан иметь какую-то долю бесплатников и не можешь отказаться фактически я не знаю с чем это связано с конкуренцией или с чем-либо еще если ты не хочешь ходить по бесплатникам ты можешь не ходить ну в данном случае эта позиция наша адвокатская палата московской области она немножко разнится с требованием законодательства но поскольку адвокатская палата московской области виде совета присваивает статус может лишить тебя статуса и она же тебе разрешает не ходить то в принципе в данном случае данная обязанность по отношению к адвоката является лояльным адвокатов много среди адвокатов есть конкуренция но конкуренции среди адвокатов не может быть вот той конкуренцией который мы называем конкуренции потому что в силу закона когда ты оказываешь услуги помощь по законам об адвокатской деятельности помощь не является услугами дело в том что адвокат по статусу он как помощник прокурора как прокурор как полицейский он такой спец субъект в отношении которого уголовное дело может быть заведено только руководителем областного следственного комитета то есть это даже не от полицейские вот на первых уровнях вот районная это ограничивает адвоката кодексом этики адвокаты с какими-то действиями то есть ты являешься лицом публичным ты не должен быть опозорен хоть фактически та помощь которая ты оказываешь доверителю является юридическую услугой но по закону она является адвокатской помощь тем не менее конкуренция среди адвокатов большая без адвоката бесплатники получает день немного там где-то 2000 рублей за выход по одному делу да когда ты идешь в суд или в полицию по бесплатнику но тем не менее я предполагаю именно потому разрешают не ходить потому что много желающих адвокатов для того чтобы бесплатно сходить бесплатно в кавычках и получить свои две тысячи рублей за выход